Этим качелям 40 лет, столько же, сколько домам. С тех пор, по мере возможности, жители стараются поддерживать здесь уют, собирают деньги сами, просят депутатов, выигрывают муниципальные конкурсы. Каждый год понемногу. Сегодня этот двор на улице Маяковского с архитектурной точки зрения, как лоскутное одеяло. В руках у председателя территориального общественного самоуправления план. На нем два десятка скамеек, шесть фонарей, современная детская площадка, тренажеры. Хочется, чтобы войти в такой двор-сказку. Жители стараются, конечно, все это сделать сами, но своими руками и своими средствами мы этого никогда не сделаем. Поэтому хочется, чтобы все было на современном уровне. Хорошие тренажеры, детские площадки, спортивные площадки. У нас очень много детей здесь гуляет во дворе летом. До ста человек. Мы часто проводим праздники. Чтобы подать заявку, жители двора провели собрание. Деньги выделят из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Это специальная программа. Две трети средств направляются на дворы, еще треть на общественные места. Ольга Яблочкова показывает одну из них. Дорогу рядом с ее двором. Жители уверены, пора привести ее в порядок. Сам двор 190 дома по улице Терской тоже просится под благоустройство. Вместо ведер пора установить урны. Свет – еще одна больная тема. По словам председателя территориального общественного самоуправления, заявили необходимый минимум. Очень долгое время не было совета дома, не было актива, инициативной группы. И постепенно стали подтягиваться люди, выражать свое какое-то недовольство. Все-таки центр города, и хочется, чтобы все соответствовало. В городском управлении ЖКХ обрабатывают поступившие заявки на 2018 год. В нынешнем виде программа будет действовать до 2022 года. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-Регион.